Многие, особенно после просмотра фильма 2012, отчетливо понимают, что на планету надвигается нечто грандиозное. Премьер Путин, например, открыто спросил экологов, куда нам бежать. Однако, ответа от ученых не последовало. Что бы вы ему ответили на этот вопрос? Я понимаю, что, конечно же, такие, если он именно такие слова говорил, то они больше носят игровой характер. И если всерьез отнестись к слову, куда бежать, именно к такому построению вопроса, то вполне можно в ответ другой вопрос задать. А стоит ли? Потому что сбежать от чего-то неправильный выход из решения каких-то проблем. В этом случае, вполне уместно сказать, от судьбы не сбежишь. Поменять судьбу – другое дело. Потому что, меняя судьбу, человек меняет и что-то, что может быть трагически характерно для его предыдущих каких-то, ему характерных решений. Поменяв судьбу, он может от этого уйти, естественно. Перейдет к чему-то другому, что тоже может стать характерным для него. Может быть, даже тоже будет трагическим. Но период до очередной какой-то трагедии, он может быть гораздо более длительным. Поэтому сбегать ни от чего не надо. А вот учиться трезво осмысливать информацию, с которой соприкасаешься, не торопясь отшвырнуть ее только потому, что до этого как-то не приучал себя всерьез к этому относиться, вот это будет мудро. То есть, все, что звучит, происходит на Земле, звучит в виде какой-то информации, за этим всегда что-то есть. Это может быть либо уже прямая подсказка о реальной угрозе в ближайшее время, либо какой-то намек, который призван подсказать человеку, в каком направлении надо пробовать мобилизовать себя, мыслить, в каком направлении нужно. Где в конечном итоге, конечно же, когда человек учится правильно использовать свой разум, он найдет интересное решение. Где, если он действительно в состоянии, этот человек, сыграть какую-то иную, не менее чем доселе полезную роль, он сыграет ее. Если он при его качествах не может сыграть больше ничего, то он и не найдет этого решения. Ему надо лишь принять достойно то, что до сих пор у него открывалось. Если мы говорим о вероятных экстремальных условиях, которые могут быть на Земле, конечно же, есть регионы, которые могут быть менее подвержены этим изменениям. И если уж в этом отношении чуть сделать ударение, то, конечно же, происходящее здесь, на юге Красноярского края, и вообще эта плата сибирская, она минимально изменится. Но нельзя на нем спастись сбежавшим. Они не спасутся. Экстремальные условия способны разрушить привычную систему жизни, финансовую систему и так далее. И если человек не имеет качеств, располагающих к правильному объединению с ближними, он не спасется. Мало того, ему надо уметь правильно общаться с Землей и брать необходимое, чтобы себя прокормить. Но еще надо так общаться с ближними, чтобы ты не рассматривался каждый день в качестве вероятной добычи. Что кто-то тебя с эгоистической позиции может рассматривать. В нужный момент прибрать что-то, что ты мог достичь. То есть, когда друг друга начинают рассматривать через оптический прицел. Выжить можно только нормальным коллективом. Нормальный коллектив, где доверяют полностью друг другу. Тогда этот монолит, он имеет максимальные шансы проходить какие-то экстремальные условия. Но люди, живущие в современном обществе, разучились это делать. То есть, разучились жить вместе. Хотя живут вроде бы вместе. На небольшой площади, к примеру, построены многоэтажки, живет огромное поселение. Но они все чужие друг другу. Друг о друге они ничего не знают. И в экстремальных условиях друг друга обязательно будут рассматривать как добычу. Это природа человека. Природа, не сформировавшаяся в нормальном виде. Она дикая. И она прежде всего ориентируется на страх. На опасность, которая может быть. Человек таким не должен быть. Но он другому и не учился. Прошли тысячелетия. Человек как был что-то проявлявшееся в каменном веке, условно говоря. Таким он сейчас и проявляется. Что-то улучшилось у него, что-то утончилось. Но это условно говоря животная составляющая она на том же самом уровне. Она не изменилась таким образом, когда можно было бы сказать человек это уже не животное. Пока в нем пребывает животный принцип. Поэтому если произойдет какие-то сложности и разрушится привычная система, те, кто не смогут правильно объединяться, им нет смысла куда-то сбегать. Они все равно не выживут. они начнут друг друга использовать. Но это будет очень нехорошее обстоятельство. Потому что человек накопил большой потенциал связанный с умениями и возможностями уничтожать у себя подругу. Так что для сбегающих я ничего не могу порекомендовать, кроме как вопроса стоит ли. А те, кто мудро ищет, ну что ж, пусть продолжает мудро смыслить всякую информацию, которая к ним поступает. Понимая мудро, что если может решаться судьба человечества, обязательно в этот период будет дана возможность спасаться правильно. Обязательно. Не может быть другого. Тем более, что человечество не единственная разумная цивилизация в мире Вселенной. Обязательно это будет возможности дана. Вот теперь ее найти это как своеобразный экзамен. Это уже своеобразный тест на то, а стоит ли спасаться кому-то. Вот пусть думает. Те, кто как-то имеет благоприятный потенциал, располагающий к правильному развитию дальше, двигаться к следующей ступени развития, они этот зов почувствуют нужный. соприкоснувшись с нужной информацией, они внутри взволнуются. Вот дальше у них уже станет реальный выбор. Менять я свою судьбу. И они его должны делать самостоятельно. Это свобода выбора есть. Поэтому для этого и подсказывалось много будет тех, кто как будто бы имеет хороший потенциал, но сделают ли они эти шаги. это будет от них зависеть. Не все они смогут сделать шаги, не все решатся. Хотя вроде бы люди достаточно благоприятны для этого интересного шага в будущее. Премьер Путин, судя по его метаниям, всерьез переживает не только о будущем своих близких, но и о будущем России. Способен ли он на ваш взгляд воспринять ваши послания, сделать вывод и направить народы России по правильному пути? В этом случае на подобного рода вопросы способен для человек. Я с этой позиции почти не смотрю никогда на людей. Я всегда воспринимаю человека с верой и надеждой, что может быть получится. И я не смотрю так категорично, как если не способен, значит получается и смысла нет ничего делать. Мое существо выстроено таким образом, когда я ко всякому человеку отношусь с верой и надеждой, что может быть получится ему сделать хоть что-то. Поэтому, конечно, я до последнего надежды буду питать, даже если я начинаю с течения времени, сталкиваясь с конкретными фактами, начинаю видеть, что вероятность может быть уже никакая. Но я категорично внутри себя не поставлю эту оценку. Она не станет, потому что это будет противоестественным моему существу, ей все равно останется какая-то процент и доля, пусть не микроскопические, но доля надежды, что может быть все-таки получится. Хотя бы одной мыслью человек повернется в нужном направлении. Но в данном случае идет разговор о человеке, можно сказать, политике, если держаться в политике, то так, как хотелось бы направить народ России. Здесь у меня, может быть, микроскопическая есть, надежда, но такая маленькая, потому что в политике пребывает огромная масса людей, далеких от духовных ценностей, очень далеких. Не просто даже далеких, а даже своими усилиями противостоящих этим ценностям. и поэтому сам политик в единственном числе ничего не может сделать. Он должен опереться на массу людей, тем более в государстве это не 10 человек. Это огромная масса людей, которые стоят у разных вида рулей. У маленького где-то руля, чуть побольше руля. это большая взаимосвязь людей, где если говорить о спасении России, надо чтобы у каждого руля стоял благоприятно управляющийся человек. А один из сам проявится президентом станет, а ничего не сделает, пока эта команда вся не будет в таком же духе правильно мыслить. Мир немножко в опасном смысле проявился и поэтому когда определялась однажды некая кончина этого мира, она была уже известна, достаточно категорично, гарантированно была известна, потому что ее обойти при том, как развивается мир, ее нельзя обойти. Это настолько круто надо поменять свое мировозрение, но для этого это возможно, когда у меня действительно станут такие люди повсеместно, тогда еще есть шанс, но вероятность такая очень мала, потому что сам этот институт или эта область власти не подразумевает духовное развитие, она вообще к этому не имеет отношения, и когда человек туда устремляется, он неизбежно отворачивается от духовных ценностей, он должен будет, как политик, говорить о чем-то красивом, о культуре, но в духовных ценностях он не будет понимать ничего, и такие люди они там есть, они неплохие, они могут быть хозяйственники в чем-то, что играет свою положительную роль, без духовного нормального становления общества его нельзя спасти, нельзя утвердить какой-то порядок, благоденствие какого-то, где люди все счастливые, они все такие хорошие в этом мире, это невозможно сделать, можно создать обманку, если обеспечить их многочисленными материальными ценностями, и где они как будто бы улыбаются, но это обманка, духовно нормальный человек легко определяется в трудных условиях, когда случается что-то трудное, экстремальное вот тут и проявляется истинное качество человека, что у него больше, в этом благополучные страны, которые сейчас существуют, как-то так условно обозначенные, как благополучные, это слабые люди, и будет экстремальное условие, они легко впадут в шок, у них будет огромный стресс, и они мало будут способны сделать нормальные действия, у них нет нужных качеств, они легко впадут в панику, и озлобиться для них будет элементарно просто, духовные ценности это немножко другое, это что бы ни произошло, человек сохраняет человеческое качество, а человеческое качество истинное, это когда он постоянно готов помогать, не ожидая, отдадут ли ему замен что-нибудь, как к нему кто-то будет относиться, это не важно, главное он помнить, что он хорошо относится ко всем, и он стремится быть другом всем, гонят его или нет, как его воспринимают ближние, родственники в доме, не важно, он знает, что он правильно, он хорошо относится к ним, а мир выставаться по-другому, многое зависит от того, как к ним относятся, поэтому для политика важно, как его воспринимают, он как марионетка в руках окружающего общества, слабого общества, которое как будто бы надо спасти, но он от него зависит, как можно спасти это общество, если ты от него зависишь, это игра, просто своеобразная игра, она конечно должна закончиться, потому что та игра, которая всегда велась и ведется, она должна была достичь когда-то однажды того уровня, когда это станет чрезвычайно опасно вообще для всех, вот оно и наступает этот момент, поэтому сейчас можно видеть, как легко люди поднимают друг на друга оружие, как легко они проявляют озлобленность, там не послабее психологический человек, он быстрее начинает попадать в эту дикость, сейчас время, он начнет зажимать все больше, психика человека будет передружаться, и еще раз повторюсь, там не послабее, там стрелять начнет, и оно начало, только усиливаться будет, потому что выйти можно из этого, это когда учишься правильно на все смотреть, но нельзя в одночасье научиться правильно смотреть, поэтому спасение оно не должно было определяться в какой-то момент, когда приходит спаситель, сказал, вот теперь вот так давайте сделаем, и все, вы спасены, нет, нужно поменять свои качества, а это годы, это годы поменять наработанные веками, это труд колоссальный, это подвиг, его надо совершить за какой-то период, который сделает человека способным переходить дальше, идти в будущее, его не сделаешь кратко, поэтому не нужна была период определенной какой-то стабильности, когда за этот период нужно будет подготовить определенную часть людей, и они должны будут себя поменять большим трудом. Уже сейчас заметно, что в связи с какими-то планетарными процессами изменяется психическое состояние людей, неконтролируемая растет агрессия. Есть ли возможность изменить или остановить этот процесс, происходящий с человечеством? Нет, способа нет. Это все равно, что мы говорим. Есть ли способ уйти от так называемого Армагеддона, который предсказан Писанием? Но такого способа нет. То есть есть неизбежность, которая по большому счету она во спасение человеческого рода происходит. Конечно же это, как я уже неоднократно говорил, подчеркивал, что это к воле Бога не имеет отношения. Бог никогда не может кому-то определить гибель и страдание. Не важно кому. Такого в принципе не может быть. Используется период времени. Период времени, где в естественных своих условиях, при каких-то побочных проявлений, так я сейчас немножко обобщаю, на Земле должны будут произойти неизбежные события, которые на самом деле можно будет использовать как рубеж определения судьбы человечества. Поэтому когда говорится о какой-то страшном конце света, на самом деле это во благо человека. Потому что жизнь человека не определяется. тем, как раньше привыкли считать, что не живут в теле, умирают, ничего как будто не остается. А человек остается. А значит гибель даже массовая, гибель человеческих биологических организмов вовсе не означает гибель человечества. Вовсе. И получается естественно такое обстоятельство, которое можно использовать как некий фильтр, который остановит ненормальное развитие. И посредством чего можно будет выделить ту часть, которая пройдя определенный период экстремальных условий сохранится и станет основой. И основой должен стать единый народ. Некая общность, которая имеет правильный взгляд на окружающую реальность. Более точное представление о мироздании, о законах развития, более совершенное представление, чем то, что до сих пор традиционно сохранялось в течение долгих веков. А на самом деле традиционно сохранялось то, что тысячелетия назад было понятно для того человека. Но сохраняясь традиции, люди меняются, их разум меняется, а представление то же самое. Его нельзя так традиционно хранить, он начинает уже играть вредную роль. В этом данном случае нужны условия, когда будет рождено новое учение, которое должно восприниматься естественно как истинное и тогда люди вокруг него собираясь и принимают учение и начинают формироваться в едином потоке, в едином пространстве представления окружающей реальности. Это должно быть точное представление для этого человека. вот эту основу нужно теперь заложить, сформировать и тогда став способной проходить экстремальные условия, они сыграют эту спасительную роль. Но все остальное нужно останавливать. А так как воли Бога нет, чтобы покарать молнии или чем-то еще, очень просто тогда, в условиях земли это не может быть по желанию по какому-то это несколько по-своему происходит. Поэтому где-то чуть позже, где-то чуть раньше, где земля не может и природа не может смотреть, дети это или взрослые, где идет перегиб уже ненормальных проявлений, там легче земле, проще будет проявиться в таких масштабах, когда это станет губительным для живущих на этой поверхности. Вот так сама природа сыграет свою такую спасительную для человека роль, погубив многих. Но погубив, конечно, не душу человека, она приобретет опять тело, это не проблема. Но организм нужно будет остановить, потому что многие из этих организмов продолжают ненормально развиваться дрожащими руками, манипулируют вокруг кнопочек, которых зависит жизнь тысяч людей. Эти организмы лучше остановить, но их просить безместенно. Судя по настроениям в обществе в его разных слоях, люди понимают, что мир висит на волоске и мечется в поисках выхода. Стоит ли им как-то подсказывать о событиях в Сибири или пусть они сами ищут ответы на свои вопросы. Рассказывать, конечно, можно. Это своеобразная благая весть, но где ее не надо делать традиционным образом. Традиционно, как пытаются веру друг другу показать, проявить, оно носит ненормальный характер. Навязывать нельзя. здесь главное попробовать дать шанс тому человеку, который имеет нужный потенциал, чтобы принять правильное участие в том, что определяет спасение для человека, для общества человеческого. То есть туда нельзя загнать всех. Поэтому никаких чудес, ничего такого, что человека лишает возможности правильно осмысливать происходящего, а просто загоняет во что-то. Ничего такого не должно происходить. Поэтому, конечно, делиться можно, рассказывать, показывать, но не навязывать. То есть если замечается, что человек, которому доносится информация, ее как-то не воспринимает, все, на этом надо остановиться. Но если у нее проявляется интерес, конечно, можно рассказать больше. Но не навязывать. Тогда все нормально произойдет. Это то, что требуется. Если в ближайшее время произойдут какие-то глобальные изменения, на эти земли может хлынуть огромный неконтролируемый поток людей. Учитывая эту вероятность, стоит ли активно через средства массовой информации рассказывать людям о том, что здесь строится спасительный ковчег? Это, конечно, только больше выглядит как что-то непростое. Хлынуть не так-то просто. если мы говорим о чем-то экстремальном, экстремальное может легко выключить электричество. Если выключить электричество, не будет бензина. Не будет бензина, пешком пройти сотни километров, тем более не ориентируясь по российским дорогам, где нет даже порой километровых знаков, не то, что направление куда идти. Это очень сложно. Поэтому на самом деле это большая проблема сюда будет добраться. и почему бы и хорошо, что тот, кто думает, как-то мыслит, слушая информацию, он надежда только на то, что он как-то попробует сам на эту тему подумать дополнительно и определиться с направлением движения, чтобы знать, куда там хоть велосипед приготовить приготовить или еще что-то, но пойти пешком через большие пространства Сибири, при том, что ты не понесешь на себе мешок с продуктами, а закусочных в российских дорогах в Сибири не так много. И тем более рассчитывая на ходьбу пешком, то это вообще проблема. Добраться будет невозможно. Поэтому это еще может быть надежда, что какая-то часть людей еще может воспользоваться каким-то транспортом. Но это надо уметь вовремя почувствовать, что если сейчас не воспользоваться, то потом уже не воспользуешься. И как-то еще смогут переместиться с одного места в эти места. Пожалуйста, пускай перемещаются. Но мы живем в условиях, где на самом деле, конечно же, даже если мы нарисуем картинку и огромное количество людей, какое-то умудрилось сюда пробыть, нормально. Экстремальные условия активизируют человека интересным образом. Он начинает несколько иначе думать и понимая, что если он сюда идет, ведь он уже прежде идет за тем, чтобы спастись, а распастись, он будет готов быть послушным во многих обстоятельствах. И если правильно их направлять, они быстрее правильнее мобилизуются, и что-то интересное может получиться. Конечно же нужен будет какой-то костяк, который принимает основную часть решений. Это люди, которые уже могли здесь многие годы пожить, обрести правильные ориентиры, понимание, знания. Это костяк, который как раз станет у мелких рулей, которые в каком-то обществе требуются. Конечно это должны быть наиболее надежные люди. Это как мастер, не как руководитель, а просто мастер. Мастер в области, которую он хорошо понимает и разбирается. Тогда другим остается правильно послушать этого человека и попробовать ввести в эту общую систему. Потому что действительно от нее будет зависеть выживание этих людей здесь. А просто толпой прибыть и делать тому, что захочется, так уже нельзя. Бесполезный труд сделать, переместившись сюда, чтобы с голоду здесь умереть. Хотя земля прекрасная, но там-то вся особенность. Земля-то прекрасная. То есть у тебя нет элементарных семян на руках, ну и что-то от земли возьмешь. Траву жевать будешь, хвойня, ветки жевать. Это непросто. Возможно ли такая ситуация, когда вновь приезжающие сюда люди по своим душевным, духовным и творческим качествам окажутся более готовыми к притворению последнего завета, чем те, которые уже давно живут на этих землях? Нет, это не может быть. Быть добрым, похороб по своим качествам, этого еще мало. Нужно уметь жить в коллективе. И жить правильно в коллективе. Говорить о том, что сюда приедет человек с нужными качествами невозможно, потому что правильно еще никогда не жили. То есть у них в принципе не могут быть эти качества. А то, что приедут с хорошими, допустим, человек более добр, чем тот, кто где-то здесь находится. Тут нельзя сказать обо всех, что приехала группа, они настолько добрые, что выше по доброте, по доброте от этой большой массы побеждающих себя, совершающих духовные подвиги. Так, конечно, не будет. Но в отдельных разных вариантах, конечно же, кто-то из приехавших после вполне по качеству может быть выше духовным, моральным качеством, чем кто-то из тех, кто уже здесь существует. Здесь разные люди. Есть кто-то достаточно интересно развитый, на него можно положиться. Человек надежный, интересный, можно быть спокойным за него, он хорошо идет, правильно идет. Хотел, конечно, допускать ошибки. Здесь нет таких, которые вообще не ошибаются. Они, конечно, ошибаются. Но есть и те, кто еще пока ошибается и ошибается. У него только изредка получаются какие-то удачные ошибки. И такие есть. Поэтому смотря, как сравнить, с кем сравнить. Но вот умение жить вместе, оно отсутствует. Потому что мир и не приучал человека жить вместе. У них нет верности этих качеств. Поэтому они тут хорошие все. И умные. Ну, хорошие люди. На каждого в отдельности прийти, можно много тепла увидеть, человек проявит, заботы проявит много, улыбнется много раз. То есть хорошо с этим человеком. Но пока не задевается его интерес. Как только интерес начинает задеваться, вот человек начнет волноваться, беспокоиться. И он легко может отвернуться от того, что до сих пор считал священным для себя. Легко отвернется, потому что до сих пор его вера на самом деле больше основывалась на том, что он думал, что священное, оно не должно противоречить его собственным представлениям. и пока оно не противоречит, то мрад он сейчас. Но как только запротиворечил, он начинает сомневаться. Видимо, священное недостаточно священное. И это тоже есть, но практически мне это всем приходится видеть. Это грустно по-своему, конечно же, но это данность. Ты говоришь, что ориентир внутри человека еще не сформировался правильно. И поэтому накладок в этом случае много будет. Поэтому пусть даже тысяча приедет хороших, добрых людей, но они еще тут зададут жару. Еще разбираться со многими сложствами надо быть. У них еще выйдет столько всего. Но если будет правильно ориентироваться, правильно дорожить, истина этого. Все удастся, конечно. Земли нового обетования несколько лет назад были объявлены полюсом мира. Это означало, что человек с любыми религиозными взглядами может приехать сюда и приступать к свершению. Однако представителей других религиозных взглядов здесь практически нет. Почему? Из традиционных конфессий религиозных сложно допустить, что они могут сюда приехать. Потому что традиция, которая уже существует долгое время, она приобрела свои специфические формы, которые не допускают каких-то новых введений в общении ни на чуть-чуть. Но это больше обращение для тех, кто хоть как-то мыслит нетрадиционно, хоть немножко допускает какие-то иные взгляды. Вот больше расчет на этих людей. Потому что какими бы разными группы ни были, если попадают в экстремальные условия, то, конечно, это будет непросто пройти. И всегда лучше быть, пусть даже не с тем, кто исповедует ту же самую веру, но с тем, кто тоже старается правильно все сделать. Жить по-хорошему, ценить светлые образы, священные образы, мирно, по-доброму относиться к происходящему, происходящей реальности ближним друг к другу. Всегда в этом коллективе легче пройти сложный период времени. Еще раз подчеркнем, пусть даже если это другая, другой человек, он не исповедует то, что исповедуешь ты. Поэтому, конечно же, здесь хорошая такая площадка, где пробовать можно строить новый мир, где каждый пусть попробует сделать по-своему, но, по крайней мере, можно согласовать какие-то усилия. По крайней мере, можно соединить какие-то усилия вместе, чтобы построить что-то было легче. Это же есть возможность. Не обязательно, чтобы построить дом одному. Этот дом должны строить только люди одной веры. Нет. Но уже живущие здесь, приобретающие умение, какое-то знание, они легко могут этому поспособствовать, помочь. Будет трудно западет человек, а этих людей, какой-то группы, какого-то вероисповедания, может быть, мало, недостаточно сил, чтобы что-то сделать. Пришла другая группа людей, способных это сделать, помочь в этом. Здесь у них у всех правильная направленность, у них больше возможностей будет помочь друг другу. Но с течением времени, тем более, когда живешь рядом, там, где что-то больше соответствует истине, оно неизбежно будет замечаться. И с течением времени неизбежно все станут в одном русле. Это никак не выйти. Поэтому пусть реально это живет рядом, но оно все равно все придет к одному. Главное, чтобы присутствовал у человека способность мыслить нетрадиционно. Это говорит о том, что есть надежда. Если он традиционно мыслит и боится воспринять как истину все остальное, что не соответствует уже у него утвержденным каким-то канонам, а тут сложно для человека опереться. Ну и просто дать делать то, что он делает. Это его уровень. Его нельзя подтягивать к чему-то другому. Это его уровень, он его должен проходить. До тех пор, пока в чем-то не начнет сомневаться. Как только сомнения начнут возникать, это говорит о том, что он начинает созревать к чему-то другому. Но он должен к этому сам дозреть. А до этого нетрадиционно не было. А так как в обществе появилось за последний период, правда, оно как появилось, так и во многом стало исчезать, много нового, нетрадиционно проявляющегося, дозреться. То ко всему этому хотелось бы так вот обратиться. Ну, приезжайте, покажите свой труп. Если уверите, что то, что вы несете, это действительно может спасти, но приедете, покажите, почему это все у вас выражается. Только лишь в словах или это в делах. Потому что, опять же, говоря о каком-то экстремальном периоде времени, здесь нельзя говорить о благоприятном спасении людей, если не соберутся в 10 человек. Это даже если неправильно соединяться, это будет очень сложно им выжить. Это очень маленький объем. Надо гораздо больше, чтобы это удобно было проходить дальше. Ведь это должно развиваться общество, а не просто пройти какой-то период, а потом опять говнуться к чему-то привычному. Это должен быть большой объем людей, достаточный для этого развития. Поэтому пусть приезжают, пусть рядом делают свое дело, и реально будет видно, что есть что. Современное человечество отходами своей жизни и деятельности превращает нашу планету в свалку. Есть ли выход из этой ситуации? Закрыть магазины и все. Потому что характер жизни такой, когда человек постоянно подталкивается к тому, чтобы создавать мусор. Убрать все, что он покупает. У него не будет мусора, нечем мусорить будет. Дровно порубил, щепки разбросал, но он соберет, сожрет их, это проще. Что-то не успел сжечь, сгнило земля легко, потому что естественно мусор создает. А когда появятся пакеты, бутылки, банки, которые в хозяйстве не нужны человеку, ему хотелось купить, потому что своего тоже нет. Потом даже куда-то выбросить. Поэтому пока есть вот эта сфера, все продается удобно и быстро. Это как раз толчок к тому, чтобы мусорить. И пусть даже мусор будет где-то в отведенном пространстве, он все равно мусор. На самом деле разницы нет. В пределах каких-то свалка находится или вокруг своего дома разбросал мусор человек. Для земли разницы нет. Мусор не сносит. Это неопрятная область неопрятного проявления человека в природе. Поэтому даже если свал рядом с городом находится в городе чисто, эти люди живут неопрятно. В этом месте они все испортили. Поэтому если вокруг человека все чисто, не означает, что у него в душе нормальное представление о мире. И он правильно к этому относится. Конечно, это хорошо, что у него не валяется мусор, уже что-то интересное, но просто эгоистически все равно воспринимает мир. Он дом в свою чистом держит, а все остальное готов испортить. И вот он волнует. Поэтому конечно же эта часть тоже относится к духовному развитию человека. То есть это уже сфера отношения к земле и к природе. И от того, у кого как она формируется, кто-то быстрее начнет отставать. Отставать, а значит больше каких-то сложностей может создавать. Это от человека может зависеть. Но к минимуму можно свести это только лишь в закрыв снижение. А пока не есть. Куда-то надо тащить, куда-то надо выбрасывать. Самому сжечь нельзя будет. Это и опасно пожара. Опасно где-то сжигать. Тем более это можно не в городах, а только где-то в сельской местности. Но это по-своему опасно. Если начнут самостоятельно каждый что-то сжигать, а мусор постоянно появляется, то легко можно до беды дотянуть. Стас ты куда-то, но это все равно выбросил в природу. Пошел, банку кинул в лесу. Были туда на свалке в доведенном месте. Или просто вышел где-то в километрах, в десяти километрах. в чистом лесу бросил банку. На самом деле это все равно тоже. Может ли человек загрязнять пространство своими мыслями? Человек всегда думает. И всякие мысли присутствуют в природе. Это вибрации, это волны, это мысли, образы. Их полно изделий. океан такой. Все пересекается, бурлит вокруг в жизни. Поэтому когда человек испытывает сейчас какую-то тяжесть, это не просто психологическая тяжесть, связанная напрямую от того, что резко изменяется вибрация Земли. Ее особенности изменяются резко. И настолько активно, что психика не успевает перестраиваться. Она для нее непривычно перестраиваться. Тогда получается перегрузка становится естественной возникой. Это естественная форма. Но еще плюс того, что до этого я говорил, там если лобей, там стреляет быстрее. это область, эмоционально люди начинают ярко не сдерживаться, заражают друг друга этой эмоциональностью негативной. И даже где-то на другом конце Земли это происходит. каждый человек это ощущает. Без исключения. Каждый человек находится в этом поле. Просто чем ближе к эпиценту, тем ярче это ощущается. Чем дальше, тем слабее. Но оно испытывается и ощущается. Поэтому плюс к тому, что естественно человек перегружается психологически от изменяющейся природы, он еще перегружается от того, что где-то начинает фонтанировать эмоции негативного характера. И все это тоже сказывается. на человеке. Поэтому конечно же негативное мышление такое это тяжелые вибрационные особенности информации, которые начинают обильно присутствовать. Можно это отнестись как к грязи, можно условно обозначить к грязи. Грязь это не относится, просто это характерная энергия, которая начинает преобладать. Она по-своему поддействует на саму природу Земли, где начинают тоже активизироваться какие-то движения в ее особенностях. Взаимосвязано очень тесно. Но сейчас этот фон негативных эмоций очень опасный. если люди решаются жить общиной и принимают решения о коллективном труде, есть ли свобода выбора у члена этого объединения не исполнять общие решения? А вот тут надо будет очень внимательно проанализировать что-то связанное со словом коллектив. допустим несколько человек собрались на рыбалку пойти коллектив решили составить позовут еще кого-то пойдем с нами порыбачим ну может сказать хочу пойдем может сказать хочу не пойдем не пойду ну скажут ну ладно они сами сделают свое дело что-то получат от этого ну между собой распределят то есть они пошли добыли и не столь важно пошел этот человек с ним или нет это вот один род коллектив какой-то это же тоже коллектив все вместе собрались поэтому слово коллектив его желательно рассматривать с чем это связано к примеру коллектив ну команда корабля свободы выбора имеет член корабля а действительно будет нормально если капитан говорится все на мачте там он и отдохнул у него все-таки свобода выбора корабль пойдет к дну если такое начнется в этом коллективе бывают разные если мы говорим о коллективе где люди учатся жить вместе от этого вместе зависит их жизнь жизнь их детей возможность им выжить то конечно может сказать свободу имеет выбор человек но ему приходится выбирать не просто делать или не делать дело а быть с этим коллективом или не быть вот ему где надо будет выбрать пусть коллектив этот собрался чтобы вместе сделать что-то не хочешь это сделать тогда не претендуй на то что ты в коллективе ты просто рядом ты можешь поучаствовать можешь не участвовать это твое решение но если вошел значит это надо сделать поэтому все зависит от того какие ценности задачи ставятся так же в обществе масса дел где все делают по-разному люди большие государства россия но все делают все разное но есть области где человека лишают свободы выбора ну допустим призыв в армию попробуй не пойди тюрьма они начнут гонять тебя но тебя заставят идти а заставили значит ты будешь делать все что там скажут все ты лишен выбора хоть вроде бы свободно общество демократии и прочее что наговорить можно но есть области где ты лишаешься свободы выбора и воспринимается как будто нормально хотя бы борется с этим рукается но слушается потому что в обществе так принято вот поэтому здесь и важно что именно подразумевает под словом коллектив если собрались люди которые для себя постановили что если они решили то надо делать вместе то тогда ты либо входишь в этот коллектив либо не входишь входишь значит ты принимаешь эти правила не входишь не принимаешь правила значит не входишь просто рядом выбираешь вот это тогда важно определиться это как в племени опять же можно еще провести параллель просто аборигиров взяли племя у них ну разве можно допустить чтобы кто-то, живущий в племени, отказался делать что-то, что вместе племя постановило, пойти на охоту или еще что-то добыть, питание, продукты. И кто-то скажет, я полежусь, а сейчас у меня настроения нету. Это представить сложно. Такого нет. Но это в городе есть, в обществе есть. Потому что не пошел, не поохотился, так нравится. Ну, пошел, купил. Ну, простилась задача. Так что вот эту область, конечно, важно внимательно анализировать, чтобы не дать маху. А то, живя с ближними, можно так повести себя, чтобы потом удивляться. Ну, что ж так? С ближними живешь вместе, а как будто чужой тебя как будто чужим воспринимает. Так это зависит от умения пойти в коллектив. Углубляясь в познание истины, каждый берет на себя определенную долю ответственности. Но если человек почувствовал, что в определенный момент он не способен взять на себя более тяжелую ношу, стоит ли ему остановиться, чтобы исполнить то, что он может, или следовать дальше, чтобы не отстать от других? Вот это уже хорошо было бы смотреть гораздо конкретней. Потому что, конечно же, возможности у людей разные, и не все не одинаково могут исполнить. Но порой важно стремление исполнить. И не важно, исполнишь ты или нет. Есть видность, что у этого человека, если он будет стараться, он исполнит. Сделает какой-то труд. А у этого, у него силы много меньше. И он не исполнит, уже известно. Но он должен стараться сделать. Вот почему для человека в развитии играет большую роль вера, а не знание. Вот тут как раз мы на этом и сталкиваемся с этим. Одно дело, ты знаешь, что по силам, а другое ты предполагаешь. Ведь порой столкнулся с какой-то трудностью, у человека легко срабатывает слабость, он говорит, все, я не могу. Это его особенности, и большая часть людей так реагирует. А тут и не важно, сможешь ли ты. Важно, чтобы ты пробовал сделать и попробовал приложить все твои усилия. Вот какие есть, маленькие. Все, попробуй приложи. А потом мы посмотрим, что ты можешь. Вот это и важно. Идти, а не гадать заранее, дойдешь ли ты до чего-нибудь или не дойдешь. Путь духовного развития – это идти. Упал – вставай, иди дальше. Вот важно, не сколько раз ты упадешь, а как ты упорно стараешься идти дальше. Не двигаются ноги – ползи. А тебя, значит, не требует, чтобы ты бежал. Не требует, чтобы ты шел. Здесь важно перемещение. Как ты перемещаешься и перемещаешься дни. Не двигаются ни руки, ни ноги. Мыслью двигайся. Потому что мыслью тоже можно двигаться. Прорабатывать образы какие-то. Выстраивать какие-то сцены внутри себя, где ты учишься реагировать правильно. На что-то привычно. Потому что когда выстраиваешь в голове ту или иную психологическую сцену, будет, естественно, проявляться переживание, которое тебе характерно. У тебя есть возможность перерабатывать. Осмысливать иначе эту сцену. И когда начинаешь правильно ее осмысливать, ты начнешь замечать, что переживания негативные, которые проявлялись, начинают гаснуть. То есть ты уже работаешь. Начинаешь двигаться с помощью мысли. Поэтому здесь главное стремление – идти вперед. Вернее, даже не идти. Слово «идти» тут как бы так условно обозначается. Главное – перемещаться, стрелиться, переместиться вперед. А каким образом? Огромные возможности у человека. Поэтому главное – стараться. Если что-то не получилось, то при правильной оценке этой ситуации никто не скажет, ну что ж ты так? Никто так не скажет. Все скажут, ну достаточно. Старался. Да замечательно. Да передохни. Пока хватит. Уже видно, что человек все сделал. Ему помогут, подтянут, успокоят. Но всегда рядом окажутся те, кто тоже ценит вот это старание. Они понимают его. И они всегда будут рядом с таким человеком. Но не торопиться оценить ситуацию над своей головой. Голова легко подсунет информацию, что ты не по силам. А раз не по силам ты остановишься. Вот на себя оцени для себя. Нет, я не смогу. Все, остановился. То есть ты не пошел дальше. Проиграл. Ни в коем случае это нельзя делать. Вот именно в духовном развитии это делать ни в коем случае нельзя. А во всем остальном, ну это уже физически там, я не могу перепрыгнуть там пропасть. Остановился на краю. Нет, не по силам. Тут можно действительно оценить что-то. Потому что знаешь, прыгал до сих пор, знаешь, на куда-куда. Можно прыгнуть и что-то реально вполне оценить можно. Тут уже нельзя сказать, ты главное прыгай. Слушай, это уже гарантированно, что ты упадешь и разобьешься. Вот тут нормально оценить. Но в духовном развитии ни в коем случае нельзя. Почему нельзя там всегда говорить, я грешен? Тогда как тут рассматривать старание быть безгрешным? То есть старание не делать грехов. Ведь стараться не сделать грехи неизбежно должно по логике вообще привести к тому, что ты перестал и делать. А если ты гарантированно грешен всегда, а что стараться тогда? Ты все равно не сможешь быть другим. Ну к чему идти? Как будто бы некуда идти. Ты просто уже находишься в луже грехов и все. И чего тебе выболзать куда-то, стремиться? Вот и сиди там. Нельзя, это опасные психологические ориентиры. Надо стремиться быть безгрешным. Тем более грех тоже правильно осмысливать надо. Это осознанное сделание того, что ты определил как неправильное. Вот когда ты пошел это сделать, это грех. Если ты старался сделать правильно, но ошибся где-то, испоткнулся, нечаянно для себя, не планируя. Это не есть грех. Это момент познания недостающего. Поэтому быть безгрешным, это значит научиться осознанно не делать то, что считаешь неправильным. Как бы тебе кто-то не подсказал, да это надо, да сейчас это важно, лучше сейчас сделай, потом лучше можешь, можешь не делать, но сейчас вот сделай. То есть независимо от каких обстоятельств надо научиться держаться. Тверже позиция, если видишь неправильное, не делай. Вот это и есть безгрешным быть. Поэтому это не какая-то заоблачная высота. Это нормальное поведение человека разумного. Вот тогда человек становится разумным. А до этого времени это псевдоразумная цивилизация. Где граница между выбором души и эгоизмом? И способен ли человек сам это определить? Очень сложно. Чувственный мир, он объединяет природные чувственные проявления и духовные. Это тоже чувственные проявления. Эти вибрации очень тесно сплетены друг с другом. Их как-то разделить, провести чёткую грань сложно. Вот между сознанием и чувственными переживаниями можно провести грань. А здесь сложно. Поэтому здесь важны ориентиры, которые прежде ставятся перед сознанием. То есть не делай, не кради. И много-много таких веточек, условных вешек, которые фиксируют сознание. И тогда человеку надо просто стараться следовать с этими вешками. Чувственный мир будет перестраиваться таким образом, чтобы природная составляющая чувств человека, она попала в зависимость от того, что как у человека назначается совестью. Вот совесть это больше относится к духовным проявлениям. Естества человека. Вот это природное, эгоистическое, оно должно попасть под влияние этой духовной составляющей. Тогда всё будет нормально. Потому что полностью убрать природное, эгоистическое невозможно, пока есть биологический организм. Это присущее биологическому организму чувственное переживание. Тем более оно отвечает за самосохранение организма. Это эгоистическая часть. Он должен в нужный момент испытать беспокойство, страх. Если где-то что-то может грозить жизнедеятельность его организму, он должен это испытать. А это эгоистическое чувство. Поэтому его нельзя выключить окончательно. Но оно должно быть организовано. И поэтому последний завет, и вообще, как и до сих пор, разные заветы ставились, учения ставились, это как попытка поставить вешки, которые сознание может зафиксировать. Чувственный человек не может это почувствовать. Предрасположенный к новому чему-то, он может почувствовать, ой, что-то такое важное для него. Не больше. А полноту почувствовать ценности нового можно только, когда ты это постигаешь. Когда уже практически исполняешь то, что определено для твоего сознания, как вешки. Вот учение носит характер установления вот этих вешек. Куда нужно идти, чтобы не блуждать, не гадать. А надо, не надо. Ты знаешь, надо. Хотя внутри что-то не дает делать. И порой как раз не дает то, что надо исправлять. А то, значит, надо взять и пойти, и сделать. Побороть себя. Побороть страх какой-то, неуверенность побороть. И сделать то, что надо сделать. Тогда ты начинаешь меняться. Нужно ли сегодня строить храмы в обществе и здесь, на земле обетованной? В этой области нельзя сказать, что строить храмы надо. Так же, как нельзя сказать, что верующим надо быть. Потому что это качество, это особенность, которая должна совершенно естественно проявляться. Это как человек дышит воздухом. Зачем, он говорит, вы должны дышать? Он будет дышать, даже если ему не говорить этого. Храм – это, на самом деле, образ храма, какой должен быть. Это стремление человека восславить что-то для себя священное. Он хочет это сделать красиво. Ведь человек рожден быть творцом. То есть способным творить красивое. Значит, его потребность что-то. Восславить – это сделать что-то красивое. Во имя чего-то красивое сделать. Храм – это образ, когда человек чему-то для себя священному посвящает все свои умения сделать красивое. Он самое красивое, что может делать, он стремится сделать. Вот храм – это и носит смысл. Потому что за этим не должно скрываться. Если храм есть, значит, люди спасутся, если постройка есть храмовая. Потому что на самом деле истинный храм – это душа человека. Церковь Божия, она в душе человека находится. Когда люди соединяются вместе, вот у них церковь образуется. Их души соединились в одном священном поры что-то созидать. Ценные, важные, священные, праведные. Вот церковь у них уже образуется. А сооружение храма – это попытка выразить человека свою радость, свое самое хорошее, что у него есть во имя Бога, во имя чего-то священного. Для него на тот момент, который он может образ иметь до сих пор. Поэтому разные храмы люди всегда строили. Им нельзя было говорить, вы должны строить. На самом деле этого не должно быть порыв. Хотя я допускаю, что при том, как люди воспринимают это уже в своем сознании, как традиционно что-то складывается, порой говорится, что и надо. Ну, не делать. Ну, раз надо, пошли, сделали. Хотя, если не делать, потому что кто-то сказал «надо», это уже не та ценность. Храм нельзя построить хороший, красивый. Даже вот в этом сооружении нормальный храм нельзя построить. Хотя красивый, конечно, можно построить блестящий, покрыть какими-то бестюльками. Но зайдя туда, нельзя будет почувствовать нужную атмосферу. Ее можно почувствовать, когда это делается не просто надо, а потому что очень хочется. Очень хочется. Они собрались и сделали. Чтобы туда можно было прийти и ощутить эту атмосферу, которую они вместе очень хотели сделать. Потому что когда это проявляется, тогда сооружение становится благодатным. Они вместе спилили свои силы, свой дух и создали уплотненную такую информационную среду вместе с сооружением. То есть сооружение само закрепило уплотненную такую духовную среду, информационную поле создало. И тогда, так как люди в разных состояниях пребывают в сложный период, он заходит туда и он может питаться этой средой, она восстанавливает его быт силы. Вот это очень важно. И когда другие потом приходят и выражают опять свою радость, пением каким-то, еще, может быть, что-то они пытаются исполнить, пытаясь опять же восславить. что-то священное. Я что-то говорю, потому что подразумеваю разные народы. Не обязательно какое-то конкретное явление. И тогда они опять вносят туда нужную элемент этой информации, которая опять же всякие нуждающиеся займет, начнет ее испытывать, питаться ею и восстанавливать силы. Получается, благодатное место тогда формируется. То есть оно играет вспомогательную роль. Как бы так, побочный спасительный эффект приносит. Дополнительный. Потому что на самом деле спасение – это форма жизни человека. Это не место его пребывания. А то, как он живет, как он реагирует на что-то, что он предпринимает. Вот от этого зависит спасение, но не храмовое сооружение. Поэтому если люди будут строить – хорошо. Если строят, потому что надо, ну пусть хотя бы так строят. Тоже, конечно, хорошо. Но от количества таких сооружений, конечно, спасение не зависит. Но если правильно люди живут, то они будут строить храмы. Никто им не будет говорить «надо», но они будут строить. Им будет хотеться это сделать. И верующие, и неверующие знают, что душа бессмертна, а ученые даже смогли взвесить душу. И духовно развиваться человек может независимо от своего местоположения. Так для чего нужно приезжать в общину, если спасти свою душу, можно в любом краю земли. Духовно развиваться, в принципе, конечно же, человек имеет возможность в любом месте. Пока он живет, он духовно развиваться может. но, если мы говорим о сегодняшнем времени и пробуем использовать слово «община», то одно дело, человек делает какие-то примитивные усилия в духовном формировании, другое дело – очень активные и правильно скорректированные усилия. учение нельзя как-то воспринять только прочитав. Каждая установка ее требуется пробовать сделать. И так, и этак, пытаясь осмыслить. И когда есть возможность это быстро корректировать, у них появляется уникальная возможность быстро изменять себя. И очень активно. Чем больше массе люди именно одно и то же стараются сделать, тем больше у них появляется, вернее, быстрее приобретается мудрость. Они ведь рассуждают друг с другом, слышат разные мнения, видят, пытаются понять то, что видят другие, ближние. То есть у них появляется возможность многогранно осмыслить что-то, что в каких-то других условиях, где нет соратников таких, единомышленников, у них таких условий не будет. Так же осмыслить. Как получится одному осмыслить, так и остается. Другой, имея другие совсем взгляды, он так уже не будет мыслить. Он внесет какое-то другое видение. Но активного формирования в этом случае будет достичь трудно. Поэтому, конечно же, когда вера на всей Земле одна, то не обязательно съезжаться в какое-то место. Любые коллективы, которые существуют на этой Земле, они все нормальны. У них везде правильное видение истины. Единственное, что они отличаются в каких-то разных бытовых деталях. Какой-то мудрости не хватает, человек еще не прожил какую-то ситуацию, ему может не хватать этих знаний, умений. Но попадая в нее, он, общаясь с ближними, легко подойдет к нужному пониманию. Вот это в любом месте можно будет делать. Но мы говорим сейчас об условиях, где, по сути, активно формируются, только в одном месте. Все остальные, ну, они как будто бы имеют принципиальную возможность духовно меняться. Но это им выбирать. Активно они хотят себя менять. Или как получится. Ну, пускай выберут. Но здесь нужны те, в общении, в этой именно общении, кто способен принять активное участие в этом формировании. Другим здесь, ну, будет сложно. Поэтому я не могу туда звать людей. Они могут знать, что здесь происходит, но звать я их не могу. Они сами должны сделать выбор. Субтитры создавал DimaTorzok